Конечно! После выводов, к которым пришли экспериментаторы 2013 года, стала складываться стройная картина полной микробиоты человека. Микробиота человека состоит из трех частей, образующих целое. Микробиоту каждой из трех частей необходимо уметь корректировать в случае микробного дисбаланса. Каждой из трех частей микробиоты сегодня предлагается своя методика терапии. Свой способ коррекции. Рассмотрим три уровня коррекции микробиоты человека. В качестве медицины будущего ведутся различные исследования. Разработчиков интересует и создание новых лекарств-антибиотиков, и создание бактериофагов, и создание способов редактирования генома человека. Особенно ученые увлечены коррекцией микробиоты кишечника человека. Больше всего опубликованных работ посвящены различным диетам, различным минеральным и натуральным веществам, которые нужно пропускать через желудочно-кишечный тракт, различным представителям структурированной воды с волшебными свойствами. Предлагается даже пересаживать фекальный микробный набор здорового человека, человеку-больному. Что касается коррекции микробиоты кожного покрова человека, то здесь речь может идти о применении инновационных биоочистителей в качестве средств гигиены, косметических средств, средств заживления и биокоррекции. Все средства гигиены имеют в своем составе полезные микробы, участие которых в коррекции микробиоты поверхности кожи играет существенную и принципиальную новую роль. Все средства гигиены с микробами имеют хорошие результаты терапии нарушения кожного покрова человека. Рекомендованные очистители поверхности жилища в своем составе, кроме отделителя видимой грязи, имеют полезные микробы, пробиотики, которые играют существенную роль после процесса очистки. Они поддерживают нормализированную микробную обстановку. Нанося очистительное средство на любую поверхность жилища, мы распространяем полезные микробы, которые в свою очередь угнетают рост потенциальных вредоносных микробов. При этом микробное пробиотическое распространение касается не только поверхностей, но также воздушного пространства над ней. То есть нами производится санация жилища в 3D-режиме, да еще с остаточным пролонгированным эффектом, который, как правило, составляет 72 часа. КОРРЕКЦИЯ МИКРОБИОТЫ ЧЕЛОВЕКА Коррекция микробиоты человека. Первый уровень – медицина, коррекция микробиоты внутренних органов человека. Второй уровень – гигиена, коррекция микробиоты кожного покрова человека. Третий уровень – санация, коррекция микробиоты ауры или облака. Существует еще и четвертый уровень коррекции микробиоты человека – экология, которая относится к большему ареалу обитания человека, его сфере обитания. В качестве методов терапии микробиоты здесь нужно будет рассматривать задачи очищения воздуха планеты, очищения воды рек, озер, мирового океана в целом, очищения почвы. Но чтобы такая терапия начала приносить положительные результаты, необходимо сначала провести терапию мозга человеческого общества. Как вы понимаете, на это сегодня остается только надеяться. Микробиота человека состоит из трех частей, образующих целое. Микробиоту каждой из трех частей необходимо уметь корректировать в случае микробного дисбаланса. Каждой из трех частей микробиоты сегодня предлагается своя методика терапии, свой способ коррекции. Конечно! Микробиота 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 Субтитры создавал DimaTorzok